Очевидно, что это уже не конкурс в рамках организации АПО «Россия», это уже национальная премия. Это будет действительно номер один премия для глав муниципалитета. Первая практика эксперимента, когда муниципалитеты представляли профессиональные спикеры, бизнес-консультанты, мы увидели как минимум из 8-4 очень ярких презентации, все это малые территории, 25-40 тысяч населения. Напомню, что они борются за приз, это сетебрендинг, с финансированием где-то около 1 миллиона рублей. Агентство стратегических инициатив максимально плотно включается в эту работу. Мне бы очень хотелось, чтобы не только провести конкурс, широко и глубоко поработать, выявить те проблемы, которые существуют, и что-то сделать для снятия реальных барьеров для малого и среднего бизнеса и где-то помочь муниципалитетам. Для нас очень важен малый бизнес, который занимается именно муниципальными программами, потому что для Банка Москвы муниципальный бизнес – это как бы наше все. А если посмотреть на тех, кто работает с городским хозяйством, исполняет заказы муниципалитетов, то в большинстве своем как раз малые предприятия. Территории российские – это самый кладезь талантов, реальных практик и основа для реального развития страны. Вот уже более пяти веков мы занимаемся деревообработкой и росписью по хохломе. И даже на высоте 10 тысяч километров вы можете встретить работу наших художниц. Мы очень гордимся показателем, который достигнем уже в этом году. 50% экономически активного населения работают в МСП. Ну и, наверное, как результат уровень безработицы менее полупроцента. За много веков у нас сложилось особый семеновский характер. Мы предолюбивы и открыты полностью к инновациям. Заводуковский городской округ – это одна из жемчужин Тюменской области. У нас развиваются и крупные бизнесы, и малые, и средние. И мы с удовольствием будем рады видеть вас на нашей территории. Сюда мы ждем очень ответственного, очень сильного инвестора. Это завод по производству листового стекла. Завод, у которого в ближайшие годы будет абсолютно гарантированный, опережающий спрос, опережающий сбыт на территории Сибири. Всем понятно, что торговать сырьем – это не совсем правильно. Мы говорим, что нужно ввести готовый продукт. Да, мы далеко живем. Ну, вроде бы у черта на куличках. Но там живут нормальные, хорошие, красивые, сильные люди. Куйтунский район на сегодняшний день – это рыжиковое масло. Это хорошее растительное масло, хорошего отжима. Оно салатное и очень полезно для организма. Крупные авиаперевозчики сегодня заинтересованы в поставках рыжикового масла для производства биотоплива. То есть это продукт ноу-хау. Представляем Республику Карелия и Костомушеский городской округ. Небольшой город, которому всего 30 лет. На сегодняшний день в регионе действует программа развития малопредпринимательства. И она действует не на словах, она действует фактически. 65% проживающих в городе – это трудоспособное население. Средний уровень дохода в районе 45 тысяч рублей. Близость финской границы. И вы получаете очень мощный инвестиционный климат в данном регионе. Основные критерии, конечно, это достигнутые результаты, успехи. С пониманием, может быть, тех проблем, которым сталкиваются на определенном муниципальном уровне подприниматели и руководители этих муниципальных образований. Ну и, конечно, сами презентации как таковые, потому что это все-таки финал. Еще раз убедились, что в территориях удаленных, небольших, есть примеры, когда развивают бизнес, развивают его кратно. И, соответственно, это является приоритетом для территории. Что, наверное, самое важное, что муниципалитеты чего-то хотят. То есть они не спят, они ищут свой путь развития. Они все-таки начинают выступать на тему, а что они предлагают инвесторам. Безусловно, это опыт, вот чем и хороший конкурс. То есть они смотрят, как подходят их коллеги и соседи. Они очень быстро прогрессируют и начинают понимать, а что на самом деле от них хочет инвестор. При отсутствии каких-либо непосредственных денежных плеваний со стороны субъектов федерации, при отсутствии какой-то созданной инфраструктуры, а вот именно на энтузиазме, на профессионализме людей, которые занимаются поддержкой предпринимательства, были достигнуты совершенно потрясающие результаты. Мы сегодня рассматриваем предпринимательство не только как фактор для пополнения бюджета, но и как фактор социальной стабильности. Очень приятно, что в России есть уже достаточно много положительных практик. Важно положительный опыт распространять в другие регионы. Мы надеемся, что благодаря этому форуму предпринимательство в Калязинском районе будет развиваться еще более активно. Абсолютно неожиданно для нас, что маленький городок, провинциальный, который расположен на севере Республики Карелия, выиграл этот конкурс. И я думаю, после этого конкурса еще больше сил появится по развитию малого предпринимательства на нашей территории. Спасибо огромной опоре России. Я никогда не видел такого профильного конкурса для муниципалитетов. Это очень круто. Правда здорово!